В нашем прекрасном мире существует огромное количество разных зверюшек, поэтому давайте сегодня поговорим о них. Это 10 интересных фактов про животных. Часть первая. Очень распространено мнение о том, что волки воют на Луну, хотя в действительности это не так. Волки воют вне зависимости от того, видна ли на небе Луна или нет. Воют для волков – это важное средство коммуникации. С помощью него они координируют свои действия при охоте, а также заявляют свои права на территорию. А голову вверх к небу они поднимают просто потому, что это способствует лучшему распространению звука. Афганистан является мусульманской страной, и свинину там никто не ест. Соответственно, свиней там никто не держит и не разводит. Однако в Афганистане все-таки есть одна домашняя свинья. Ее зовут Ханзир, и она живет беззаботной и веселой жизнью в зоопарке Кабула. В Швейцарии существует закон, который запрещает держать дома в качестве питомца одну морскую свинку, так как она является очень социальным грызуном. Поэтому, если вы живете в Швейцарии и хотите морскую свинку, то вам придется купить как минимум двух. Причем, если одна из них умрет, то вам придется купить для оставшейся морской свинки пару. Таким образом, владелец свинок попадает в такой замкнутый круг. То есть, если у человека были две морские свинки, и одна из них умерла, то ему нужно купить новую. А когда та, которая постарше умрет, то в свою очередь нужно будет купить еще одну. И так они будут умирать по очереди. И придется постоянно покупать этим свинкам пару. То есть, получается, если свинки вам надоели, то вы не можете просто дождаться их смерти, потому что одновременно они все равно не умрут. Поэтому вы их можете только кому-то отдать. Поэтому, если вы живете в Швейцарии и хотите завести морскую свинку, то подумайте дважды. Морские выдры спят прямо в воде, плавая на спине. Так вот, иногда морские выдры, засыпая, держат друг друга за лапки, для того, чтобы их не разделило течением. Такие милахи. В 1991 году житель Коста-Рики Гильберто Седден нашел на берегу реки умирающего крокодила, у которого был подстрелен левый глаз. Гильберто увез этого крокодила на лодке к себе домой и в течение полугода выхаживал его. Он кормил его, давал ему лекарства, а также постоянно игрался с ним и дал ему даже имя – почо. Так вот, когда почо выздоровел, Гильберто отвез его на лодке обратно и выпустил в реку. Но почо вернулся обратно к Гильберто и стал жить в пруду неподалеку от его дома. Они стали каждый день плавать вместе, играть и даже обниматься. А позже Гильберто даже стал устраивать из этого шоу для туристов. Эта дружба человека и крокодила длилась больше 15 лет, пока крокодил почо не умер от старости. Бегемоты большую часть своей жизни проводят в воде и, соответственно, там же и спят. Причем спать они могут, полностью погрузившись под воду. Так вот, когда они спят под водой, то рефлекторно, даже не просыпаясь, всплывают на поверхность каждые 5 минут, чтобы сделать вдох. В жаркие дни коалы очень сильно прижимаются к стволу дерева, на котором живут и обнимают его лапками. Они делают это для того, чтобы охладиться, потому что ствол дерева всегда на несколько градусов холоднее, чем воздух. Слоны могут общаться друг с другом с помощью инфразвука, то есть звуковых волн с очень низкой частотой, которую человек воспринимать не может. При этом такой инфразвук распространяется не только по воздуху, но и по земле. Особое строение ног слонов позволяет им улавливать мельчайшие вибрации земли и таким образом слышать своих сородичей на расстоянии до 30 километров. Так слоны передают друг другу информацию о хищниках и других опасностях. Все мы любим кошек. Но знаете ли вы, что по вине домашних кошек на нашей планете полностью вымерло более 40 разных видов животных? Такое случалось в тех местах, где изначально кошек и других кошачьих не водилось. Но с приходом людей на эти территории туда попали и кошки, которые нарушили экологический баланс и полностью истребили некоторых грузунов и птиц. Вот так вот. Я ненавижу комаров. Все ненавидят комаров. Комаров ненавидят даже южноамериканские обезьяны-капуцины. Так вот эти обезьяны, так же как и люди, пользуются специальным средством, которое отпугивает комаров. В коре особых деревьев они находят особых многоножек, которые выделяют особое вещество. Так вот обезьянки втирают этих многоножек себе в кожу, после чего комары их больше не кусают. Какое-то время. На этом конец первой части. Скоро будет вторая, ссылка на нее будет прямо на экране. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Демиос, пока!